Слушай, а знаешь, какой вопрос есть? Ты сейчас рассказал, что тогда были ограничения про шрифт, что не хватало шрифтов, которые нормально поддерживали капители, разные символы. А есть ли какие-то сейчас ограничения, с которыми ты сталкиваешься и понимаешь, что не сделать какой-то дизайн просто потому, что текущие инструменты этого не могут? Наверное, нет, но это не значит, что нет никаких ограничений. То есть, скорее, и ограничения для меня не в инструментах, а в моем владении ими или в том, насколько у меня есть возможность их использовать. То есть, я ничего не знаю про 3D, например, на вебе, хотя это тоже все бывает уже. Ну вот, там я даже про те же шрифты, собственно. То есть, вот у нас это работает как-то в книгах, как-то это чуваки сделали. Я не знаю, как это устроено. То есть, вот как бы мне, например, на моем сайте, чтобы мой шрифт что-то там умел, какие-то особые штуки или там интегрировать в него какие-то иконки, то, что мы тоже делаем. У нас там куча шрифтовых иконок. Я просто не знаю, как это делается. И, ну, это какая-то большая штука, в которую там надо погружаться, чтобы разобраться. Соответственно, я это не смогу. Или там у нас в книгах мы научились анимировать SVG в ответ на прокрутку. То есть, вот можно, типа, ты скроллишь, и у тебя какой-нибудь параметр, какой-нибудь там форма в SVG плавно меняется, там какая-нибудь штука там вытягивается, пока ты крутишь. Но я это могу сделать вот в книге, когда там уже у меня для этого готовы инструменты, привязать какой-нибудь параметр к прокрутке. А, например, на своем сайте, если мне такое понадобится сделать, я не смогу, потому что мне не дали такие инструменты, сам я не соберу. Ну, с видео все не очень хорошо. То есть, оно какое-то тяжелое, я, например, не могу добиться, чтобы оно все там плавно работало или там подгружалось в более низком качестве, если не тянет более высоко и все такое. То есть, я просто этим всем не владею, но явно, что это все можно сделать. Ну, то есть, есть YouTube, на который ты заходишь там в любом деревенском интернете, оно у тебя сразу начинает играть. Причем, видео начинает играть еще до того, как у тебя интерфейс самого YouTube вокруг него успел нарисоваться. То есть, все можно, если знать как. То есть, вот там ограничения. Ну, может, у меня просто нету столько фантазии, чтобы придумать что-то такое, что даже я не знаю, чтобы такие технологии были. Скорее всего, они есть, просто вот, да, я не умею. Просто в одной голландской школе дизайна там у них есть такая теория, что есть как бы океан идей, есть остров инструментов, на котором мы как бы находимся. То есть, очень-очень много идей, и вот есть маленькое пространство доступных нам инструментов, из которых мы можем что-то создать. Иногда, когда ты делаешь какой-то сложный проект или еще что-то, ты забредаешь, ну, как бы, за край берега и упираешься, как бы, и приходится создавать какой-то свой инструмент, там, либо плагин писать, или, там, если серьезнее, то, ну, какой-то свой прям даже настоящий софт писать. Ну, ну, так свой инструмент писать, это же тоже одна из, один способов решения задач. То есть, это я как раз считаю, что это и есть технология. Есть же такие программирования, их уже изобрели, значит, я могу написать свой. Я понял. А вот такого, что такого, я даже еще нету, ну, то есть, я не знаю. Ну, то есть, есть, наверное, какие-то там в области, не знаю, искусственного интеллекта, там, или еще чего-то, что-то там комп еще вообще не умеет делать. Ну, просто, вот, если бы меня сейчас позвали делать что-то, что, в принципе, никто не делал, вот, как вот, окей, есть там всякие шлемы виртуальной реальности, в них какие-то игры, там, обучающие штуки, еще что-то, я как-то один раз быгл в такой виртуальной реальности. Мне больше всего понравился симулятор, что ты летаешь по космосу, между планетами, там. И вот мне бы сказали, что, окей, завтра интерфейс, то есть, macOS 12.0 уже будет полностью 3D. Это значит, что, ну, понятно, что когда такое рисуют в кино, тебе обычно рисуют, что у тебя окна висят просто среди воздуха, но это все равно, то есть, есть какая-то виртуальная плоскость, на ней какие-то окна, а типа, чувак, мне могут сказать, нет вообще окон, нет вообще плоскости, то есть, может быть, все, что угодно. У тебя, может быть, какая-то программа, это шар, потому что вот с этой фигней удобнее, как с шаром, а какая-то программа, это газ, который заполняет это пространство, потому что, ну, и хрен его знает. То есть, можно все, нету понятия кнопка, потому что в жизни же у тебя кнопка, ну, то есть, я здесь выключатель на стене, но это там одна из вещей, с которой ты взаимодействуешь, там, из тысячи, да, которые у тебя есть в комнате. У тебя, может быть, взаимодействие, там, полистать книгу, не знаю, сесть на стул, там, приоткрыть форточку, что-то еще сделать. И, то есть, ты можешь в этом виртуальном мире тоже все. То есть, нет смысла лепить на стену виртуального мира кнопку, которая будет открывать что-то, потому что можно просто подуть туда и там прилететь, что-то, короче, то сделай, что хочешь. Я бы сказал, ребят, я пойду лучше схему метро порисую. Вот смотри, ты не видел, кстати, пример, ну, переизобретение интерфейса, это вот когда Basecamp переделал почту, ну, это хэй они выпустили. Ты посмотрел? Да. Вот они же очень круто это делали. То есть, они взяли и по-новому переосмыслили, и получилось вообще. Да. Ну, да, ну, это клево. Ну, так, а я конфигуратор УАЗа, точно так же переделал полностью. Ну, да, да, да. Ну, то есть, тут же не обязательно сделать прямо... Но законы природы, это все те же у меня, и у них тоже есть там кнопки, ссылки, окна, там, панели, выпадайки, то есть, все обычное. Там же они не сделали, то есть, там ни для чего из того, что им надо, не нужно даже, там, распознавание речи не нужно, даже сегодняшние какие-то там условно сложные, умные технологии, но уже доступные, даже этого ничего не нужно. То есть, все, что у них там есть, ну, условно, я мог бы напрограммировать, на PHP. Ну, да. Ну, вот, это мне такое нравится. Когда я могу сам напрограммировать на PHP, это прекрасно. Я думаю, что, ну, они там очень клево все сдизайнили, придумали сами, сами там правила того, как это все работает, это понятно, то есть, дизайн. Но технически-то там ничего такого. Ну, окей, там, какой-нибудь спам-фильтр, может быть, там, сложная обучаемая херня, да, но это Gmail справится и без меня. КОНЕЦ Продолжение следует...